Девушки отдыхают Но его вид многих возвращает в детство, и какая-то неведомая сила подталкивает нас к желанию забрать его себе. Мало какому ребенку хватит духа просто пройти мимо и не забрать его с надеждой починить. Так произошло и с нашим героем. Совсем недавно его маленький сын притащил домой старенький велосипед и попросил отца вернуть ему прежний вид. О частичном ремонте здесь не могло быть и речи, а перед мужчиной восстала задача восстановить его с нуля. Он ошибочно решил, что на самом деле ничего сложного в этом нет, и через несколько дней у него будет новенький велосипед. Но конечный результат полностью стоит всех усилий и времени. Мужчина сумел не просто обновить старинную вещь, а сделать из нее ту, что ничем не уступает современным версиям. После тщательного осмотра он обнаружил, что на велосипеде нет практически ни одного места, не пораженного ржавчиной. Кроме этого, на крыльях было много хорошо заметных вмятин. Несмотря на это все, надежды мужчины обойтись обычной чисткой и покраской ему не удались. Прежде чем начать что-то делать, он должен будет полностью его разобрать на отдельные детали. Только так он сможет все очистить и выровнять. Радовало хотя бы то, что несмотря на свой возраст и ужасное состояние, каждая деталь была довольно прочной. Однако несколько минусов так и нашлись. Ему обязательно нужно было заменить шины и покрытие на сидениях. Когда человек начинал разбирать велосипед, он беспокоился из-за того, что детали от возраста могут просто посыпаться у него в руках. Но на самом деле столкнулся с другой проблемой. Кроме того, что детали были прочно зафиксированы, через толстый слой ржавчины их стало гораздо труднее открыть. Теперь это требовало у него много усилий. Но желание выполнить обещание, данное сыну, было сильнее любых препятствий. Вот только непредсказуемая трудность заставила его потратить на разбор велосипеда в разы больше времени, чем планировалось сначала. Следующей задачей было тщательно очистить каждую деталь от, казалось бы, столетнего слоя ржавчины. Этот пункт требовал больше всего времени и неоднократного повторения всех манипуляций. Мужчина долго искал в интернете, спрашивал у друзей о доступном, а главное эффективном способе очистки металлических деталей. Все они сходились на одном веществе. Этот химикат, который легко было найти практически в каждом строительном магазине. В основе такого растворителя сильное химическое соединение, но даже ему не удалось с первого раза полностью избавиться от ржавчины. Она успела въесться настолько глубоко, что пришлось повторять все несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Но одним растворителем все не обошлось. После каждого несколькочасового замачивания он дополнительно чистил детали металлическими щетками, тряпками и даже газетами. Больше всего хлопот ему доставили ободки колес. Теперь, когда все детали чистые, наступила очередь избавиться от всех неровностей. Чтобы все вернуть в обычное состояние, ему пришлось воспользоваться молотком. Быстро все выровнять мужчине тоже не удалось. Каждый удар следует делать максимально осторожно, ведь если не рассчитать силу, то рискуете только усугубить ситуацию. Когда работаешь со старинной вещью, у тебя всегда просыпается желание не просто восстановить все недостатки, а вернуть ей первоначальный вид. Так и в этой ситуации он решил, что хочет вернуть ему аутентичный цвет, но эту задачу оказалось невозможно выполнить. Чем сильнее человек прочищал основу велосипеда, тем больше цветов замечал. Было нереально установить, который из них был первым. Поэтому вместе с сыном он выбрал новый цвет и покрасил каждую деталь специальной краской. Когда все хорошо высохло, можно было браться за сбор всего назад. Он тщательно смазал каждую деталь, заменил седло и через неделю достиг, наконец, желаемого результата. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.